Бывает, что страница, даже не создавая большое количество запросов в базу данных, отрабатывает очень большое время, тем самым создавая большую нагрузку инсервера. Например, это может быть выгрузка тяжелого отчета, записи или чтение большого файла или обращение к веб-сервису. Часто такие операции нет необходимости выполнять в момент перехода пользователя. Пример. Необходимо при переходе по ссылке отдавать пользователю сгенерированный отчет в формате CSV, который содержит в себе все элементы инфоблоков. При большом объеме инфоблоков при генерации такого отчета будет создаваться колоссальная нагрузка, если процесс создания отчета будет происходить в момент перехода пользователя по ссылке. Перейдем на страницу создания такого отчета и посмотрим на время его генерации. Как видно, время генерации отчета составило практически 25 секунд. Скачаем отчет и посмотрим на его содержимое. Объем файла составляет практически 50 мегабайт. По содержимому это обычная CSV выгрузка. Объем этой выгрузки составляет практически 430 тысяч строк. Как можно изменить процесс создания отчета, чтобы не создавалась большая нагрузка? Так как нет необходимости создавать отчет в реал-тайм режиме, можно вынести процесс генерации отчета на выполнение по расписанию, например используя агенты или крон. В этом случае при нажатии на ссылку нужно будет всего лишь отдавать файл отчета на скачивание. Преимущество этого решения в том, что процессы выполняемые по крону проходят в фоновом режиме исполнения и не создают сильную нагрузку. Для создания такого отчета был создан компонент QSOFT EXPORT и BLOCKS, который принимает два параметра и блок ID, массив ID инфоблоков, и параметра GET LINK, отвечающий за показ ссылки на скачивание. Вот так выглядит код подключения компонента на странице. Посмотрим код компонента. Компонент состоит из нескольких блоков. Первый блок это предварительное создание файла отчета. Следующий блок это блок выборки всех инфоблоков по заданному параметру и блок ID. В нашем случае выбираются все инфоблоки. Следующий блок это выборка всех элементов, выбранных ранее инфоблоков, и затем запись всех элементов в файл отчета, а также вывод ссылки на скачивание. Давайте вынесем процесс создания отчета на крон. Для этого подключим компонент на другой странице. При подключении компонента мы изменили только параметр GetLink, так как нет смысла показывать ссылку при генерации этого отчета. А также добавился блок определения адреса до корня сайта, так как при запуске из консоли переменная сервер не заполняется. Больше никаких изменений в коде производить не нужно. Для того чтобы установить команду выполнения скрипта на крон, нужно подключиться через SSH к серверу и выполнить команду crontab-e. Теперь нужно добавить следующую запись. Она означает следующее, что каждую нулевую минуту на 10-м часе, каждого числа, каждого месяца, каждой недели будет выполняться следующая команда. Будет вызываться скрипт PHP, запускающий установленное на выполнение файл. Сохраним изменения. В качестве проверки запустим установленный скрипт на крон вручную. Теперь просто перейдем по заранее установленной ссылке на скачивание этого файла. Теперь посмотрим содержимое этого файла и сравним его с предыдущим отчетом. Объем полученного файла также составляет 50 мегабайт, количество строк практически 430 тысяч. Таким образом мы получили совершенно два идентичных отчета. Значит, все сделано правильно. С помощью такого подхода мы не только избавили пользователя от долгого ожидания генерации отчета, но и перенесли нагрузку, создаваемую выгрузкой, на фоновое выполнение.